всем привет друзья с вами кроваж 74 сегодня мы начнем наши обзоры после того как я вам скажу что очень много вопросов вчера задали по поводу того что почему у тебя эхо такое у меня не проблема ребят с оборудованием то есть оборудование все в порядке все замечательно у меня понимаете и я вот пока менее неделю не было я переезжал то есть я не отдыхал я занимался делами я переезжал в квартиру к себе вот так что естественно мебель стоит в другой комнате я сегодня постарался по максимуму ее сюда притащить вот я с утра проснулся и начал таскать мебель представляете в одну каску таскать мебель короче но вот я таскал и для того чтобы эхо убралось может быть это помогло может быть нет посмотрим так сказать так сказать отпишитесь в группе не надо мне писать в ю тубе под в комментариях напишите в на стене под постом вот мы переходим сегодня к очередной уже знаете это я бы уже не назвал это модом это уже скорее всего доработки доработки самого автора то есть автором является руни все такая же пиксельная текстура отвратительная я не знаю почему то есть я так понимаю паша ему дал колеса свои новые может быть он и не спрашивал может быть он ему дал эти колеса но делаю сейчас не в этом почему он ему не дал текстуры вдобавок еще потому что ранее не умеет в принципе текстуры делать и мы в этом уже убедились раз наверное ну может быть 200 может быть 100 я даже не знаю то есть ну вот видимо не дали ему не дали и не надо это у нас камаз 43 101 для версии 1304 15 давайте я вам на понимаете уровне нету краткости то есть я не понимаю для кого он пишет всю эту дилемму то есть понимаете если бы он разрабатывал игры и писал бы допустим я сделал то-то 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 да допустим как вот за гребельный то есть он разрабатывает игру да он должен писать но он не пишет этого то что он что он изменил например в игре но он написал вкратце да допустим измененный внешний вид внешний вид а что изменено то есть деревья поменялись или там грязь лучше стало или трава там желтее стал то есть этого и он не нибудь не описывает а ронни старается видимо привлечь и вот это вот ну я уже даже знаете выражусь наверное нецензурной брони вот эту хуйню пишет про свои все абсолютно моды он про них вы старается больше написать он пишет про каждую деталь которую он сделал давайте я вам прочитаю это займет некоторое время первое в игре заменяет урал да кстати урал заменяет но можно менять любую на любую модель тестировалась на версии игры 1304 на который собственно я и играю постоянно потому что это единственная лицензия паша не не удосужился обновить до сих пор второе есть анимация подвески рамы кабины вентилятора мотора кардана кардана лебедки бортов и брызговиков третье есть девять аддонов и три пары колес замечательно а четвертое проходимость средняя пятая можно возить короткие бревна и доски шестое мультиплеер достижения не работает не проверял а почему он пишет с таким утверждением что он не работает он бы лучше сказал что мультиплеер не проверял работает он или нет а зачем он написал сначала мультиплеер мультиплееры достижения не работают а потом написал скобках не проверял то есть это непонятно вдруг они заработают вот я возьму его завтра допустим попрошу фурката его дать доработать и он будет работать в мультиплеере Понимаете? А этот человек... Дальше он перечисляет авторов, их еще на 6 строчек. Я не буду вам всего это перечислять. То есть, Руни, нужно... Знаешь, к тебе просьба очень большая. Я знаю, что ты смотришь мои ролики. К тебе очень большая просьба. Будь кратче. То есть, понимаешь, я приведу небольшое сравнение. Конечно, нельзя приводить сравнение двух людей разных. Люди не бывают одинаковыми. Но я начну с этого. То есть, нужно быть короче. То есть, вот, допустим, у Романыча. Я пролистал чуть ниже. Романыч пишет. КамАЗ 55102. Есть анимация брызговиков. Есть анимация рамы, кабины. И есть аддоны. Все. Сами называются. Проверяйте. Нахрена вот это-то все писать? Если есть сейчас сотни летсплейщиков, обзорщиков, они в любом случае посмотрят на эту модель и покажут ее. И люди ее увидят. На кой хрен ты все это пишешь? Для кого? Для десятилетних пацанов, что ли? Они вот это по-любому ничего не считают. Так что, мое такое пожелание к тебе большое. Пожалуйста, будь кратче. Итак, поехали. А то немножко затянулось. Сам говорю, чтобы был кратче. Руни сам затягиваю. Итак, внешний вид. Ну, мы уже посмотрели, что текстуры. Еще раз мы утверждаем. Ну, убеждаемся в том, что Руни, в принципе, не умеет накладывать текстур. То есть, он их как-то накладывает. Сама текстура-то лежит, в принципе, нормально. Но она в таком низком разрешении, что просто ужас. То есть, она растягивается вся. Вот, ему бы следовало, конечно, доработать, поработать с этим. Далее, далее. Здесь, вот здесь меня вообще, наверное, вот этих вот, как они, лонжероны, швеллеры, или как это, на херне называется, я не знаю, на грузовиках. В общем, там вообще кошмар что творится. Сама кабина, в принципе, текстуры достаточно неплохие. Но кабина, она, в принципе, она небольшая. Но все равно было бы лучше, если бы были бы четче. Далее, еще что я заметил. То есть, я сидел, вот знаете, перед обзором покрутил вокруг немножко. Ну, и для себя, так сказать, немножко накидал. Вот. Есть вид из кабины. Он никуда не делся. Но здесь единственное, что, в принципе, достойно, наверное, отдельного внимания, это текстура на сиденьях. Она единственная, которая здесь не расплывается в некоторых местах. Ну, вот про эти места я не имею в виду. Обшивка на дверях отвратительно. Стекло стоит вообще не на своем месте. Куда-то съехало. Это стекло вообще непонятно для чего стоит. То есть, оно, во-первых, не в размер. Во-вторых, вот здесь вот его чуть-чуть не хватает. Сзади там вообще ничего не понятно. Торпеда есть. Торпеда выглядит достаточно неплохо. Но мне кто-то писал из подписчиков, что торпеда не от данной модели КамАЗа-то. Вот в чем проблема-то. Не знаю почему. Я, в принципе, знаете, я на грузовиках не акцентируюсь. Так что мне это как бы неинтересно. Ну, мне точнее, это сейчас интересно. Поскольку я обзорщик. Вот. Лобовые стекла отвратительно сделаны. То есть, вообще просто отвратительно. То есть, смотрите. Если мы вылазим сюда, здесь у нас получается перегородка идет. То есть, в этом месте стекла, насколько я понимаю, они разделяться должны. Теперь мы залазим вовнутрь. Мы залазим вовнутрь. И здесь есть два куска. Но они до такой степени неровные, что просто отвратительно, ну, убого смотреть на это на все. И не надо мне писать, что вот возьми, сделай сам. Не надо этого писать. Потому что я, понимаете, я не мододел. Я никому не говорю, что я мододел. И что я умею делать моды. Если ты взялся и назвался, так сказать, как он называется-то? Назвался кем-то там. Полезай куда-то там. В общем, если ты уж назвался мододелом, так ты делай, блядь, по-человечею. Не лепи всякую хуйню. Потому что, ну, если ты сделал вид из кабины, так ты доработай хотя бы его. С другой стороны, в принципе, та же самая история. То есть, все расплывчато, все отвратительно выглядит. Единственное, что, наверное, к чему нельзя придраться, это, естественно, к рулю. Руль торпеды выглядит в идеале. Он зачем-то отключил щелчок света. Его нет. Давайте уже заведем. Стандартный звук дефолтного КАМАЗа. Анимация. Так. Анимация руля нету. Он перестал ее почему-то делать. Я не знаю, с чем это связано. Раньше он делал, а почему-то сейчас перестал. Я, знаете, я сегодня сделаю... Я сегодня решил сделать такой большой акцент конкретно на его модели. Потому что, реально, он уже... Вот, знаете, заткните уши, кто маленький. Он уже заебал всякую хуйню вот такую делать. Просто, знаете, наста пиздило уже смотреть на вот эту всю убогость. Просто Руни сам все это прекрасно знает. Но ему лень все это делать. А, блядь, вот выкладывать вот эту поебень. То есть, понимаете, он, наверное, считает нас за лохов за каких-то. Что, блядь, вот нам носы в глаза, блядь, и будет все божья роса. То есть, это не так. И я тебе могу Руни в этом уверить. То есть, я буду реально засирать твои модели. Не засирать, блядь, а рассматривать до такой степени дотошно. А ты знаешь, что я умею это делать. То есть, просто стыдно будет тебе после этого вообще людям в глаза смотреть. Далее продолжаем. Тут, в принципе, колеса. Колеса свинчены с новой версией игры. Вот, которая, в принципе, еще не анонсирована. Смотрим далее. Здесь у нас коробка, раздатка. Все, короче, это отвратительная текстура. Это мы все это уже видели. Карданы. Карданы крутятся. Все ход крутится. У него, потому что на некоторых моделях бывает, что не все карданы крутятся. То есть, в этом тоже есть такой небольшой его нюанс. КамАЗ. Так, далее. Вроде здесь все на своих местах. Свет работает. Все отлично. Все замечательно. Спереди у нас написано КамАЗ. Сбоку написано 43. 101. Все верно. В этом хоть не ошибся. А то бывает пишут модель одна. Петличка стоит на машине на самой... Совсем другая модель. Далее. Поехали. Что у нас имеется? Будет немножко, если подтормаживать, ребят, то... Ну, то есть, сама игрушка будет затормаживаться. Запись-то моя не будет затормаживаться с моим лицом. А вот игрушка-то может затормаживаться чуть-чуть. Потому что она прогружать будет сейчас эти аддоны его. Аддоны. Колесо. Колесо. Замечательно. Колесо. Ну, вот, возвращаемся опять к текстурам. Текстура вот здесь отвратительно лежит снизу. Та же самая история. То есть, просто текстуры человек не умеет ложить и не хочет этому учиться. Я не знаю почему. Он занимается этим уже не один год. То есть, и за это время, наверное, можно было уже научиться этому. Но он не хочет, он игнорирует всех. И все ему про это говорят. Так, есть багажник, который идет у нас с колесом. Колесо, естественно, не от этого КамАЗа. Вообще непонятно, от чего это колесо взято. Что, нельзя было вот это колесо поставить туда, что ли? Ну, да ладно. Сильно уж не буду, так сказать, придираться. А к чему вообще вот эта вот херобора крепится? Вообще, в оригинале она к чему крепится? Она что, вот так вот в крышу входит, что ли? Что-то я такого не видел ни разу. Я, грузовики-то, то есть, у меня вон дома строятся. То есть, напротив прямо дома строятся. По бокам строятся дома. То есть, там постоянно грузовики ездят. Я не видел никогда такой херни на крыше. Вот. Но есть и есть. Что дает? Дает. Что дает? Ничего она не дает, короче. Так, это приблуда вообще не рабочая ни о чем. Не знаю для чего. Ну, как дополнительный девайс, наверное, поставил. То есть, я говорю, просто тупо решил нам нассать в глаза. Вот и все. Далее. Так. Бортовая платформа. Здесь, видимо, с текстурой ему кто-то помог, что ли. Но тоже текстура вытянута, конечно, немножко. Но. Но, в принципе, выглядит неплохо. Поехали. Поехали сразу проверять. Огнетушитель, кстати, свинчинный дефолтный. Стопэ. Так. Длинный ловод. Да. Свой груз. Доски. Доски, доски, доски. А сколько они дают очков? Два очка. Нормально, в принципе. Почему нет? Так. Далее. Скидываем нахер эти доски. На кузов мы посмотрели. Кузов у нас работает. Так. Далее. Вот эта приблуда. Она не его. Она свинчена с новой версией игры. Я не сомневаюсь, что она работает. То есть... Да. Вот еще. У него проблема, короче. У него огромная проблема с этим. Машина. Хоть она пустая. Хоть она полная. КамАЗ такое впечатление, что сейчас переломится. Он вот в этом месте вообще... То есть, вы смотрите, что творится с ним. Это действительно проблема у него. То есть, что нельзя пожестче кости сделать, что ли? Так. Поехал. О, береза. Береза это хорошо. Текстура отвратительная. Ну, в принципе. Это неудивительно, так скажем. А сколько дает очей-то? Че-то я не поглядел. Два очка. Два очка. Столько дерева. Ни хера. Вот смотрите, что творится с ним. Когда он вгруженный уже. Он просто начинает складываться. Ха-ха. Ты это видел? Нормально. Пойдет. Приблуда работает, потому что она с оригинала взята. Ну, вот это вот. Кунг. Кунг. Кунг, да. Кунг, по-моему, называется. Да. Кунг 4310. Кунг, знаете, ни разу никто не удосужился взять его и нормально сделать 3D модель этого Кунга. То есть сделать выдавливание. Вот элементарно. Вот этих шлюзов чуть-чуть выдавливания хотя бы сделать. То есть то, что где должно быть выдавливание. Вот. Выдавливание вот в этом месте есть. Все. Больше нигде нет никаких выдавливаний. В остальном месте это простой квадрат. То есть сглажено чуть-чуть края сверху. И выдавлено вот это вот хероборо. А в остальном текстура и вот эти вот ящики. Вот эту вот херню. Да. И вот над этим постарались, конечно. Все силы вложили в эту херню. Ой-ой-ой. Ладно. А что дает-то хоть? 800 очков ремонта. Нормально. Так. Упс. Упс. Так. Вилка идет с новой версии. По текстуре вижу, что вилка идет с новой версии. А вот кузов-то... Его, наверное. А возможно даже и не его. Стопэ. Что дает? Грузим. Нормально. Дает два очка. Два. Два. Нормально. Поехали. Ха-ха-ха. Стопэ. Окей. Лебедка? Какая нахер лебедка? Эээ. Лебедка. А, там же анимация есть. Анимация лебедки. Есть анимация подвески, рамы, кабины, вентилятора, мотора, кардана. Кардана. Кардана лебедки. Оу-еээ. Кардан лебедки крутится, ребятки. Вентилятор. Кто-нибудь видит вентилятор? А, нет, вон какая-то херня крутится. Да, действительно. Какой-то кружок там крутится. Да. Что-то там крутится. Эээ. Кунга поставить и вот эту херню прицепить. Ну и естественно. Это, конечно, это ремонтная база получается. В принципе, логично. Далее. А, ну да. Вот колеса, которые, в принципе, сверху лежат. Колесо одно. Ага. Спереди зачем-то цепи. А почему не на всех колесах? Непонятно. Да. Да, теперь все колеса одинаковые. Без цепей спереди. Эти нравятся мне больше. Давайте, наверное, прокатимся. Загрузим его. Прокатимся еще. Больше смысла-то здесь большого нету стоять. То есть мы все, в принципе, посмотрели. Сейчас мы прокатимся. Погоняем его немножко по полигону. Посмотрим вообще на что он способен. И вообще способен ли он на что-то. Ронни. Перестань, блядь, лепить хуйню. Каждый раз одно и то же. Говорю, говорю, думаю, может быть, но наконец-то совесть проснется. Никакой совести у тебя нету, походу, вообще. Поехали сначала здесь. Я буду тебя каждый раз разносить. Потому что действительно, знаешь, геймпад меня позвал. Говорит, возьми меня. Возьми меня, хозяин. Кстати, у нас темнеет немножко. Господи, ты утонешь, что ли? Нет, едет потихоньку, ребят, ползет. Я бы не сказал, что он здесь проходимость увеличил. Знаете. Давайте я вот так сфоткаю. Нормально, в принципе, получится. И еще вот так вот. Просто проходимость, она завышена чуть-чуть. То есть, колеса, знаете, она как бы, понимаете, как бы это объяснить-то. То есть, он в любом случае выехает из этой грязи. То есть, нахера он выкапывает, рвет как с места. Поехали. Не перевернись. В принципе, я говорю, работает достаточно все неплохо. Достаточно все достойно. Анимация на приличном уровне. Может быть, она свинчена уже с новой версией. Не знаю. То есть, не могу ничего утверждать. Мы в ближайшее время обязательно, ребят, так сказать, я сделаю еще раз обзор. Меня люди попросили. Очень сильно попросили. Говорят, Евгений, сделай еще. Раз. Я, говорит, ничего не понял толком. Мы сделаем или стрим, или обзор сделаем. Посмотрим. Ты что встал-то, сука? Езжай давай. Вот такой вот сегодня затяжной ролик получится. Ну, думаю, может быть, кто-то уже соскучился, потому что некоторые люди мне давным-давно уже пишут, что Евгений, почему такие обзоры маленькие стали? Все, он вообще середина еще ссядет. Это бревно западня его поймало. А тем временем у нас уже стемнело. Ну, давайте, наверное, уже не будем нервы мотать ни Ронни, ни Ронни, ни Ронни, ни кому-то еще. То есть, а просто уже закончим на этом, не этому бедному КамАЗу. Я еще раз хотел бы обратиться к нему. Хватит делать чушь собачью. Делай уже нормально. Делай текстуры нормально. Если у тебя все отлично сейчас получается с функционалом, то есть, хотя бы текстуру нормальной, начинай ставить уже. Действительно, плакать охота, глядя на такие текстуры. В принципе, модель нормальная, блядь, а текстура вообще хуже некуда. Куда нахер? В общем, я все сказал. С вами был Карабаш74. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВК. Не забывайте, ребятки, ставить лайки. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok